Лекция по Шиманбхагаватам, песня 3, глава 26, текст 6, прочитанная его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой, 18 декабря 1974 года в Бомбее. Трансцендентное живое существо, забывшее о своей истинной природе, считает материальную энергию полем своей деятельности и, исходя из этой ложной предпосылки, приписывает себе все свои действия. Находясь под влиянием гун материальной природы, живое существо отождествляет себя с той или иной формой материальной природы, с определенными гунами материальной природы. мы получаем разные тела в соответствии с гунами материальной природы. гунами кармани сарваси. В Бхагавадгите так же говорится. Что бы мы ни делали, мы делаем это, находясь под влиянием чар, материальной природы. например, сумасшедший человек, безумец, оскорбляет своего отца. Почему? Обычно человек не должен оскорблять отца, но обезумевший. Иногда мы видим такое, что безумец, хулит, оскорбляет отца. Я знаю одного друга. Я посетил психиатрическую лечебницу в Пуне с отцом больного. У него были жалобы, что этот сын, сошедший с ума, его держали в Пуне в психлечебнице. Он нападал на своего отца, как только видел его. И гнев он выражал только по отношению к отцу. Точно так же природой так устроено, что сын естественным образом уважает отца, но порой сын не только не проявляет уважения, но он и оскорбляет на самом деле. И это довольно часто происходит в нашей повседневной жизни. Точно так же мы сыновья верховной личности Бога. Это факт. В Бхагавадгите Кришна говорит сарву-джон-и-шукон-ти-я-самбхаванти-мухтай-о-я-я-я. Есть всевозможные формы тел, они рождаются от матери, материальной природы. И Господь говорит, я отец, дающий семя. И это факт. Мы живые существа, например, отец вкладывает семя в лоно матери, и затем тело сына развивается из компонентов, которые дает тело матери. Когда тело полностью развито, на свет появляется ребенок с определенным типом тела, данным Ему Матерью. И точно так же мы живые существа, неотъемлемая частью Бога. Са айкхата, са асриджата, говорят веды, как люди дают семя, и получается определенное тело. Но Маха-Вишну, просто бросая взгляд на материальную природу, Махататлу оплодотворяет материальную природу великим множеством живых существ. Са асриджата, са айкшата. Верховная личность может производить на свет при помощи глаз. Ему не нужно пользоваться своим детородным органом, поскольку мы узнаем из Брама-Самхиты. Это описание содержится в Брама-Самхите. При помощи наших глаз мы можем лишь видеть, но Браман, Пара-Браман, Вишну, может при помощи зрения зачинать детей. Мы можем есть только своим ртом, языком, но Кришна может есть своим зрением. Иногда атеисты выдвигают такой аргумент, вы предлагаете пищу божеству, но разве он ее ест? Пища по-прежнему лежит здесь. Детей лучше увезти. Человек-атеист не знает, что Кришна может есть, просто бросив свой взгляд. Он все съедает и при этом оставляет все. Вот так ест Кришна. Он может съесть всю пищу, и тем не менее она останется как прасад, чтобы ее можно было раздать преданным. И атеисты не могут этого видеть. Они думают, что эта пища лежит, как и прежде, неизменна. Но это не так. Кришна съел ее. Просто глядя на эту пищу, он ест ее. Это великая наука. Нужно ее постигать. Итак, мы все сыновья Бога. Это факт. Я являюсь ли я человеком, или полубогом, или кошкой, или собакой, или деревом, или насекомым. Кем угодно из живых существ. Кришна говорит «сарва-йони-шу», то есть все эти виды жизни, многочисленные живые существа, они все мои сыновья. Агам-биджа-парадах-пита, я отец, сдающий семьи. Они все мои сыновья. Таковы наши отношения. В действительности, таковы наши отношения с Кришной. Как отношения сына и отца состоят в чем? Сын может жить за счет отца. Отец может быть сказочно богат. И они могут наслаждаться этим богатством. Но сыновья должны быть очень послушны отцу. Это естественно. Тогда они счастливы. Если отец очень богат, у него есть все возможности, а сын послушен ему, то о каких проблемах может быть речь? Отец готов отдать всю свою собственность сыновьям. Это естественная его склонность. А долг сына просто стать покорным отцу. Но мы восстаем против этого? Нет. Зачем я должен его слушаться? Поэтому говорится, все живые существа в материальном мире думают, что я собственник, я верховный, я могу все, что угодно, все, что хочу. Я не обязан следовать какому-то авторитету Бога. Это все примитивные мысли. Мы самодостаточны. То есть, это означает, что такой человек говорит этот вздор, находясь под влиянием прокрытия. Он последний негодяй. Как безумец, он может нести всевозможную чепуху. Никто не придает этому значения. Точно так же, когда преданный видит, что непреданный, атеист, заявляет о себе столько всего, при этом не признавая Бога, даже известные с вами учат, почему вы восхваляете Бога. Коммунисты тоже говорят об этом, известные с вами, вы тяжело трудитесь, вы получаете какой-то хороший результат, почему вы отдаете заслугу за это Богу. Вот такие мысли прививают людям. Атеисты тоже думают, «Я тяжело трудился, я достиг вот этого хорошего результата, все благодаря своему труду». Но когда он теряет, вот тогда он ответственность возлагает на Бога. Когда он достигает чего-то, он приписывает заслугу себе. А когда теряет что-то, то ответственность возлагает на Бога. Почему Бог создал столько бед? Это глупость. «Твоя абхихита». «Твоя абхихита». Это называется «Иллюзия Майи». И под чарами Майи живое существо становится независимым и несет чепуху. «Иллюзия Майи» «Иллюзия Майи» «Иллюзия Майи» В действительности, живое существо идет на поводу материальной природы, как собака на цепи. Она обязана делать то, что желает хозяин. Точно так же мы тоже сидим на цепи у прокрити материальной природы. И мы вынуждены действовать в соответствии с диктатом материальной природы. Но Аханкара Вимудхатма, поскольку живое существо сбито с толку, оно считает... На пляже вы видите множество собак. Они гордо прыгают и думают, что они полностью независимы. Но в действительности они зависимы. Каждый из нас зависим от прокрити. Чайтанна Махапрабху описывал изначальное положение живого существа. Когда Санатана Госпами спросил, каково наше изначальное положение. Это разум. Мы находимся во власти материальной природы. И мы действуем, повинуясь контролю материальной природы. Каким бы великим ученым я ни был, каким бы великим политиком, премьер-министром я ни был, когда природа скажет, проваливай, мы вынуждены это делать. При помощи так называемых своих научных методов вы не можете остаться. Вы можете сказать, кто меня выгонит. Но это невозможно. Так что это именно так. Они отрицают авторитет Бога. Они говорят, зачем принимать Бога? Потому что глупы. Как, например, коммунисты говорят, религия – причина падения человеческого общества. Религия. Поэтому они такие ярые противники религии. Когда я был в Москве, в аэропорту, таможенник проверял мой багаж, и он нашел Бхагавадгиту. Одно. И этот таможенник сразу же вызвал полицию. Я подумал, ну все. Моя судьба решена. Потому что я знаю, что эти люди посылают всех в какое-то неизвестное место, и уже не знаешь, где ты окажешься. В нашей стране тоже это грядет очень скоро. Правительство любой страны может послать вас куда угодно. И пришел милиционер. Два милиционера. И они увидели Бхагавадгиту. Конечно, по милости Кришны. Они сказали, да нет, здесь нет ничего опасного. Они могут проходить. Вот такая страна, Москва. У меня есть практический опыт посещения этого места. Они очень подозрительные. И люди, в общем и целом, они несчастны. Они несчастны, потому что у них нет свободы. Молодые люди не могут выехать из страны. То есть они могут устроить себе такую рекламу. Но, насколько я вижу, это очень несчастная страна. Все боятся. И они не очень процветающие, не богатые. В сравнении с другими городами Европы, или Америки, Москва, очень бедный город. Так или иначе, это отрицание авторитета Бога. Это наша основная материальная болезнь. Это глупость. Картритвам. Человек находится полностью во власти материальной природы, и тем не менее он считает, я свободен, я хозяин, я могу делать все, что хочу, мне незачем принимать авторитет Бога. Это называется Майя. Майя Мохита. Эти негодяи, сбиты с толку этими тремя гунами материальной природы. Они не могут понять, что за всем этим стоит высшая власть Бога. Это называется атеизм. Хотя гуны материальной природы пинают их каждое мгновение. Они чувствуют. Я нахожусь во власти какого-то могущества, высшей силы. Они понимают это. Я приводил этот пример. Смерть. Они пытаются остановить, контролируют рождаемость. Тем не менее, статистика такова, что каждую секунду, каждое мгновение, каждые три минуты население увеличивается. Это джанма. Точно так же мритю. Мритю, то есть смерть. Мы наблюдаем такой прогресс в науке, медицина, технология и столько всего. Но кто может остановить смерть, мритю? Даже великие ученые не могут. Почему бы им не придумать что-нибудь такое? Как только я умираю, пожалуйста, поставьте мне этот укол с этим лекарством, и я снова живу. Нет, это невозможно. То есть вы не можете решить проблему джанмы, не можете решить проблему мритю. Вы не можете решить проблему старения, инвалидности, болезни. Так как же вы решаете проблему? Тем не менее, они гордо заявляют, мы продвигаемся. А в чем вы продвигаетесь? Истинная проблема осталась. Никто не может ее решить. Посмотрите на историю всего мира. Уже было столько огромных империй, Римская империя, Английская империя, Могольская империя. Но где сейчас эти империи, и где эти императоры? Когда я посещаю Агру, я прохожу мимо форта, и там они показывают, здесь жил император Шах-Джахан. А где сейчас Шах-Джахан? Место осталось. Точно так же во Франции, в парке, там, есть статуя Наполеона, Наполеон, и Франция, единым. Я спросил, а Франция осталась, а где Наполеон? Что происходит? Глупость. Столько глупых людей, и они управляют материальным миром. Поэтому очень сложная ситуация. Тандхадхандхай рупу ниямана степи-сатантра урудамни-баддхра иша-тантра Just like if your hands are legs are tied very fast with some rope and you say I am independent. What is the meaning of it? И вы говорите, я независим. Что это значит? Если вы связаны крепкой веревкой по рукам и ногам, и тем не менее вы думаете, что вы независимы, разве это не бессмысленно? Аналогично мы связаны неумолимыми законами материальной природы очень крепко, и тем не менее мы считаем себя независимыми. Разве это здравое здравое рассуждение? Нет. Даже когда вы употребляете пищу, вы настолько ограничены правилами, что если вы съешьте немножечко больше, чем можете переварить, то вы можете заболеть. Сразу же несварение, диарея, и вам придется страдать. если вы молоды, слишком много наслаждаетесь половой жизнью, то вы станете скоро импотентом, не будет никакой сексуальной жизни. таким образом мы связаны правилами, ограничениями материальной природы, и тем не менее мы отрицаем авторитет и думаем, я независим. Вот что такое невежество, мудха, их называют в Бхагавадгите мудхами, негодяями. Вы не властны над законами материальной природы, при этом вы считаете себя независимыми. А законы материальной природы, материальная природа это представитель, настоящий дирижер, Кришна. Кришна говорит, Кришна Итак, за материальной природой стоит Бог. По Его воле функционирует материальная природа. Дурга материальная природа действует подобно тени чая. Есть один бенгальский стих. Пишачи паиле жяно моти чханно хай. Мая граста живер сей даша упожа. Пишачи призрак. Призрак может овладеть кем-то. Когда человек одержим призраками, он несет всевозможный вздор, мая граста. Точно так же, находясь под влиянием чар мая, мы все отрицаем. Какой Бог? Покажите мне этого Бога. на каждом шагу человек видит Бога. Бог объясняет в Бхагавадгите, как вы можете видеть Бога на каждом шагу, если вы научитесь видеть Бога. А этому учат в Бхагавадгите. Кришна говорит, Бог учит, постарайся увидеть меня. Как? Когда ты ощущаешь вкус воды, вкус жидкости, воды или чего-либо, этот вкус я. Хочешь увидеть Бога, но ты пробуешь столько всего, столько разных напитков, жидкости. Почему бы тебе не думать, что этот вкус Бог? Бог учитесь видеть Бога. Вот эти несовершенные глаза, как вы можете с помощью них увидеть Бога сейчас. Постарайтесь увидеть Бога именно так, как Бог говорит. Расохамапсукландия. Если человек действительно склонен к философии, если он просто сделает исследование, откуда берется этот приятный вкус в воде, он видит Бога, потому что в конечном итоге он должен прийти к Богу. если он проводит исследование, откуда берется солнечный свет, вы можете сказать, что солнечный свет исходит от солнца, но отправиться туда вы не сможете, чтобы провести дальнейшие исследования. Однако, если вы действительно философский мыслящий, если вы изучаете даршану, даршану значит видеть, философия значит даршану, это значит видеть больше, видеть больше, больше, таким образом вы в конечном итоге приходите к этому выводу. Если вы действительно серьезный студент, исследователь, идя путем исследований, в течение многих жизней, когда вы действительно обретаете мудрость, гьяна ван, вы предаетесь кришне. Таков путь. Однако, эти негодяи, очарованные ложным эго, находясь под влиянием материальной природы, пинаемой материальной природой, думают, что они карта, карта хам ити мани это карта иквам, я это делаю, посмотрите, какого высокого уровня мы достигли в науке и так далее. Нет, это невозможно. Без руки Бога вы ничего не можете. какого-то ученые тяжело трудятся, чтобы открыть какой-то химический элемент или какой-то физический закон, но есть много других, которые тоже над этим трудятся. И пока Кришна изнутри не даст ему должный разум, он не сможет совершить никакого открытия. Это невозможно. Кришна дает ему разум. Двое ученых трудятся, один достигает успеха, а другой нет. Почему? И тот и другой тяжело трудятся, но одному благоволит Кришна, а другому нет. В противном случае, как это объяснить? Если материального знания достаточно, а оба они прикладывают все усилия, чтобы отыскать истину, чтобы совершить научное открытие, но один способен это сделать, а другой нет. Как объяснить это различие? Единственное объяснение, что одному Кришна благоволит, другому нет. В действительности так и происходило. Вы знаете, что Маркони изобрел радиопередатчик. Маркони и многие другие ученые работали в этой области. Один из них сэр Джагадиш Чандра Бос. И сэр Джагадиш Чандра Бос объяснил это на собрании. Я тогда еще был мальчиком в Калькутте. Они обсуждали Маркони и доктор Бос сэр Джагадиш Чандра Бос говорили о этих радиоволнах. И в действительности доктор Бос открыл беспроводной передатчик. Маркони услышал об этом от Боса и тот же же опубликовал это в своей статье. И британское правительство отдало ему предпочтение и сделало его изобретателем беспроводного телеграфа. А в действительности изобретателем был доктор Бос. То есть это означает Кришна дал ему разум возьми воспользуйся этой возможностью возьми эту теорию объясненную доктором Босом и опубликуй ее и завою себе славу Нимитаматрам Бхавасависачим таково объяснение Один работает очень тяжело денно и ночно а другой пожинает плоды. Почему? Вы можете думать что вы это делаете но вы находитесь во власти материальной природы а материальная природа повелевается верховной личностью Бога поэтому в конечном итоге вы во власти верховной личности Бога но очарованы материальной природой они думают атмане гунаэх атмане гунаэх атмане гунаэх атмане мы заражены той или иной гуны качеством материальной природы прокрытия и мы действуем соответственно в настоящий момент материальная жизнь означает что мы все тяжело трудимся находясь под влиянием материальной природы гунаэх у меня есть индийское тело я думаю я индиец моя обязанность такая и такая тот кто родился в Америке он думает по-своему родившейся собакой думает по-своему родившейся кошкой по-своему и так разные тела и разнообразие мышления разнообразие тел все это из-за тела карма су криомане шу карма су криомане шу в действительности мы действуем сообразно своему телу темпераменту карма су криомане шу гунаэх под влиянием чар материальной природы я отождествляю себя определенным образом я этот я тот я индус мусульманин христианин браман американец вот так такова наша обусловленная жизнь Капиллодева говорит на тему атма даршаны если мы отождествляем себя я американец индиец браман шатри кошка собака то мы будем продолжать влачить обусловленную жизнь находясь под влиянием материальной природы мы будем вечно продолжать так жить ниттебадга вечно вечно то есть мы не можем сосчитать как долго мы будем продолжать так существовать на самом деле это не ниття но поскольку я не знаю когда это началось я не знаю когда это закончится поэтому про это говорится ниттябадха ниттябадха так мы ниттябадхи мы вечно связаны этими законами материальной природы и мы бродим по всей вселенной повинуясь кармия если мы действуем саттва гуни дунай кармани вичитра есть великое разнообразие форм жизни иногда мы оказываемся на брама локе это не так трудно но абрама бувана лока пунар авартинор джуна отправитесь ли вы на брама локу или патал локу на любую локу в том или ином теле вам придется претерпевать четыре принципа материи рождение смерть старость болезни это невозможно преодолеть вы можете преодолеть это только если мамы и пропаденты поэтому вывод такой вместо того чтобы служить находясь под влиянием чар материальной природы давайте сразу же поменяем свое положение вернем его в изначальное положение а это означает стать вечным слугой бога кришна поэтому читание махапрабху говорит дживера сурапхой кришна ниття даса таково наше изначальное положение мы вечные слуга кришны бога если мы сразу же ставим себя в это положение кришна также говорит мама эва е пропадьянте мы можем преодолеть эти чары майи если прямо сейчас воспользуемся наставлениями кришны который говорит предайся мне я защищу тебя от последствий грехов твоей жизни вот что мы должны делать немедленно но мы не знаем этому не учат они не знают какой должна быть цель образования цель жизни они этого не знают поскольку они сбиты с толку будучи в иллюзии будучи очарованными майи материальной природой захваченные ею сбиты ею с толка они думают я я отождествил себя с тремя гунами кто-то думает я браман я браман самый чистый самая возвышенная личность в человеческом обществе это сатва гуна кто-то отождествляет себя с сатва гуной кто-то с раджа гуной кто-то отождествляет себя с тама гуной кто-то со смесью этих гун вот так все это происходит Вьясадева сказал анатхам анатхам это какая-то бесполезная цель жизни анатхам Вьясадева рекомендовал суток с вами говорил если вы хотите избавиться от этой анатхам нежеланной бессмысленной жизни в материальном мире то вы прежде всего должны понять что материальное существование это анатхам то есть бесцельная жизнь у нее нет цели истинная цель должна состоять в том чтобы выбраться в подвлении чар материальной природы в этом истинное предназначение но они не знают этого они очень серьезно относятся к какой-то временной цели жизни которая изменится со сменой тела сейчас я человек я придумываю столько себе целей в жизни но как только тело изменится я получу тело кошки или собаки или дерево то и цель изменится полностью поэтому это бессмысленная бесцельная жизнь анатхам у этого предназначения нет смысла потому что все изменится со сменой тела поэтому они содрогаются от мысли что будет следующая жизнь поэтому не отрицают это нет следующей жизни нет на этой жизни все закончится это глупая жизнь это не так для того чтобы избавиться от анатхам от бесцельной жизни анатхупашамам упашамам означает закончить это если вы хотите освободиться от этой бесцельной бесполезной жизни вы должны занять себя бхакти-йогом адхокшаджи анатхупашамам сакшаджи бхакти-йога сакшаджи напрямую у вас могут быть какие-то другие средства чтобы освободиться от бесполезной бесцельной жизни карма гьяна-йога но это все косвенные пути допустим бедный человек пытается как-то избавиться от своей бедности и он становится богатым человеком это тоже бесцельно стать богатым из бедного это тоже бессмысленно бесцельно потому что сегодня вы богатый завтра вы снова станете бедным желание пережеванного иногда бедный иногда богатый мы на практике видим раньше человек был бедным очень бедный сегодня он становится богатым затем снова и его бизнес терпит крах и он снова становится бедным такая череда смены положений сегодня бедный завтра богатый сегодня брахма завтра муравей кошка собака все это бесцельная жизнь истинная жизнь это вечная блаженная жизнь садчитананда виграха вот что должно быть целью нашей жизни если вы хотите этой жизни если вы хотите освободиться от этой бесцельной жизни анатху паша маму тогда вы должны обратиться к бхакти-йоге трансцендентному любовному служению Господу это называется бхакти-йога люди не знают этого поэтому Сутага с вами говорит эти люди не знают как избавиться от этой бесцельной жизни жизни обычно люди не знают этого и они не заинтересованы в этом потому что они настолько глупые лукаса ажаната биджан чакри саттата сангхита биджан бязде биджан биджан бязде он составил Шримадбхагаватам обрывзаписи обрывзаписи биджан биджан